Ноябрьск присоединился к внутрипартийному народному голосованию. Явка выборщиков значительно превысила прогнозы аналитиков. Политическая сборная от Ноябрьска обещает решать не только свои городские узконаправленные цели, но и в первую очередь работать над вопросами внутреннего развития региона. В продолжении темы материал наших окружных коллег. В Ноябрьске первый по-настоящему теплый день совпал с датой предварительного народного голосования. В кулуарах шутили. Единая Россия договорилась с небесной канцелярией. Хотя, возможно, все наоборот. Хорошему делу и небеса помогают. Копилки добрых дел у Ноябрян – новый благотворительный фонд помощи тяжелобольным северянам. «Вселенная добра», членом попечительского совета которого предлагают стать Дмитрию Кобылкину. У нас есть на Ямале фонд, который помогает тяжелобольным деткам. А этот фонд будет помогать взрослому поколению, которые прожили на севере, то есть отдали всю свою жизнь, но вот такое несчастье у них случилось. О том, что Дмитрий Кобылкин – самый активный благотворитель, на Ямале знают многие. Но немногие видели его реакцию на слова благодарности. Я от всей души, от всех многодетных хочу поблагодарить вас за транспорт, который вы нам предоставили. Вы знаете, сейчас я уже с уверенностью могу сказать, что пользуемся не только мы многодетные, пользуются и инвалиды, и все общественные организации. Спасибо вам большое. Кандидатам в сборную команду 89 выступать на площадке в Ноябрьске непросто. Горожане въедливы, критичны и по-хорошему дотошны. Город нужно знать, его нельзя взять только громкими лозунгами и речами. Я всегда готов к любым вопросам, даже если где-то что-то, какой-то может быть неожиданный вопрос, это всегда стимулирует, включает голову. Я думаю, что я буду рад любому вопросу. Закрытых тем нет? Думаю, что нет. Открытость – это наш принцип. Вот и капитан команды 89 ничего не скрывает. Звучит вопрос о его отношении к различным рейтингам. Дмитрий Кобылкин парирует. Я за соревнования. Спрашивают о перспективах региона во время кризиса. Ответ не менее откровенен. Мы выбрали очень правильный вектор развития северо-морского пути, северо-широтного хода и вывода нашей промышленности на новые горизонты реализации продукции. Это очень вписывается в сегодняшнюю ситуацию, непростую. Я думаю, что эти санкции приведут к тому, что мы с вами, безусловно, найдем новые возможности поднятия экономики Российской Федерации. И мы там будем играть с вами, поверьте, не в ключевой роли. Справиться с современными вызовами в одиночку нереально. Политический тяжеловес Николай Яшкин идет на довыборы в Тюменскую областную думу. В случае победы на выборах он должен не только сохранить все инфраструктурные проекты, но и увеличить их финансирование. Мы все равно все вместе. И мы все равно победим. И несмотря на эти санкции, несмотря ни на что, ледопол, который называется Ямал, он шел, идет и будет идти. Сильно, уверенно, прямо. В том числе и благодаря не только команде 89, депутатов, которых выберут законодательное собрание, но и той команды, которую можно назвать общей командой Ямал. Кандидатам в команду 89 сегодня непросто. Рядом те, кто умеет и хочет работать. Их не пугают четкие вопросы и трудности экономики. В своей жизни они видели многое и с многим справлялись. Я в этом городе давно, практически с 86-го года. Поэтому я уже северяне со стажем. Я уже участвовал в выборах в свое время в Ноябрьскую городскую думу. Поэтому выборная деятельность для меня, так скажем, не новая. Вопросов я не боюсь. О волнении есть, естественно. Я живой человек. Поэтому, встречаясь глаза в глаза, я смело смотрю всем жителям в глаза, поскольку я действительно честно работаю. А своим трудом я как раз доказываю, что мы все вместе едины. Мы единая территория. Мы единый округ. Впервые в ямальской истории люди сами формируют состав команды 89, которую единая Россия выдвинет на большие выборы. Интерес населения к эксперименту единороссов эксперты уже приравняли к выборам президента. Борьба за голоса избирателей напоминает не агитацию, а патриотические встречи. Участники, которые ищут общую идею дальнейшего развития региона. И если хотите, России. Вы считаете, предварительно народное голосование необходимо или можно обойтись голосованием в сентябре? Необходимо. Сейчас. Нужно знать, за кого голосовать. Я думаю, что мы отдаем свои голоса, чтобы нам жилось хорошо в городе нашим. Я, во-первых, познакомлюсь с теми, кто будет выбираться. То есть я смогу как-то составить мнение о них и сделать свой выбор. Конечно, для меня это очень интересно. Несомненно, процедура нужна, так как мы должны предварительно знать, кто будет отставить наши права и с кем мы будем идти по жизни дальше. С кем идти по жизни дальше, покажет сентябрь. Но уже сегодня ясно, большой эксперимент «Единой России» удался. В команду 89 войдут те, кто не забудет о своих обещаниях и наполнит политику здравым смыслом.